всем привет сегодня речь пойдет о полноформатных релизах dark ambient black metal группы ахлис полное видео весь стрим на котором были отслушены все альбомы этого проекта вы можете посмотреть в моем паблике в вк перейдя по ссылке в описании что касается ахлис то насколько я понимаю это сайт проект человека по прозвищу нас алкомет более известного по группе night bringer причем у алкомета есть еще один ambient проект temple of not но он походу его забросил и что в принципе лично мне кажется неудивительным потому что ахлис нихреново так выстрелил и по всей видимости если идеи для temple of not у него там и появляются то скорее всего сразу отправляются в ахлис но это мое мнение концептуально сердце ахлис лежит в сфере сновидений а также в лиминальных пространствах соединяющих сон и бодрствования да и вообще как я понимаю вся вот эта концепциях или завязана вокруг снов сам же алкомет комментирует свое творчество так я не знаю что черт возьми я делаю в целом я стараюсь создавать самое темное самое ужасное дерьмо которое только возможно и иногда для этого необходимо выйти за пределы собственной головы в древнегреческой мифологии ахлис олицетворяет темные аспекты человеческого опыта она упоминается в различных текстах как дочь хаоса связанная с несчастьем и печалью в некоторых традициях ахлис олицетворяется как богиня болезненного мрачного тумана который предшествует смерти и страданий раненых солдат ничего себе да давайте тогда уже более подробно поговорим о полноформатных альбомах ахлис ставьте лайк этому ролику друзья и погнали перед тем как продолжить видео буквально вот еще одну минуточку у вас украду потому что хочу обратить ваше внимание на эпишку фарева мистерс от проекта акт офф иконоклазм и конечно же это творчество нашего всеми горячо любимого рэвела и что касается эпишки то она собрана вот из оригинального авторского трека который так называется фарева мистерс инструментальной композиции и двух каверов на горгород и батаре так вот по моему мнению вещь фарева мистерс просто великолепно если честно туры у меня невероятно удивил потому что фарева мистерс оказалась невероятно зачетный и лично у меня сработали здесь максимально субъективные факторы восприятия потому что я вот словил в ней вайбы таких вещей как уроки эриксон берн за флеймс который вы могли слышать в фильме возвращение живых мертвецов в первой части и джонни кэш the man comes around которая звучала в ремейке фильма рассвет мертвецов 2004 года так вот если две эти вещи которые я невероятно обожаю объединить обильно приправить блэком то получится фарева мистерс да я знаю рэвел не смотрит фильмы ужасов рэвел скорее всего не слышал эти композиции и попал совершенно случайно попал прямо мне в сердечко что касается остального материала но инструменталка звучит миленько красивенько а ковера не как бы и в африке ковера однако вот строком фарева мистерс я крайне рекомендую ознакомиться поэтому ссылки на эту пишку найдете в описании переходите и заценивайте но есть были дебютный релиз с аппликейшн вышел 2009 году и он включает себя всего один но тем не менее 37 минутный одноименный трек причем я видел что где-то его разделяют на две части то есть там part 1 part 2 а где-то нет и видимо от издания зависит но как бы вообще на самом деле глубоко похер и честно говоря вот что касается этого релиза то лично для меня слушать там особо нечего никакой музыки там как бы нет я так понимаю вот это наверное есть dark ambient всякие звуки нагнетающие атмосферу экстрим шепот да и прочие ништяки призванные но как-то наверное вызвать тревогу у слушателей и думаю наверно чтобы максимально проникнуться этим альбомом то его надо с собой брать наверное в лес на какой-нибудь ночной бушкрафт и вот тогда наверное да тогда с него реально можно будет обосраться и давайте сразу скажу как сам нас комментируют эту работу он сказал что с аппликейшн это было просто мое желание снова сделать немного эмбинта конечно с аппликейшн можно было бы легко выдать за темпу love not вот как раз то о чем я говорил о другом мбин проекте его но в то время я им не занимался я был одержим идея ахлиса своего рода эллинской псевдо-божьей формой которую я открыл в ходе своих исследований второй полноформат за дремен ай или за дремен уан кстати интересно как правильно был вообще в пятнадцатом году и да вот здесь как я уже понимаю начинается вся эта фишка с идеями про сновидение по крайней мере название альбома именно на этой намекает на основную концепцию как бы всего проекта именно лирическую составляющую и как по мне вот это максимально приятный при этом довольно агрессивный black куда-то уходящий наверно какую-то атмос и кстати да этот альбом уже был записан как я понял живым барабанщиком и давайте сразу посмотрим что про этот альбом говорит алкомет он говорит не было абсолютно никаких планов вдохновенный собственным необычным сном и опытом сновидений я хотел исследовать как эмоциональные так и эзотерические аспекты посредством музыки и создать что-то из этого поэтому я просто сел и принялся за работу совершенно экспромтом было такое чувство будто я сознательно принимал подход который был полной противоположностью моим обычным методом написания музыки ну вот здесь да как я уже сказал короче он не заморачивался с рифами он просто писал какую-то гитарную партию потом ее дублировал второй гитарой и переходил к следующему участку как по мне альбом реально крутой лично я его с огромным удовольствием послушал еще и в первый раз и сейчас переслушиваю его ничего меня не напрягает даже все эти эмбиент ставки и ну и как я собственно говоря смотрю по чату то вижу что людям тоже в основном заходит а Давайте тогда двигаться далее к третьему полноформатнику. Я надеюсь, я правильно произнесу. Называется он «Милиноэ», с какого-то валийского, наверное, по крайней мере. Именно так мне показал Google-переводчик. Ну и сразу скажу, что альбом, как по мне, очень классный. Я считаю, что он превосходный. Не знаю, конечно, соглашаться или нет с Михаилом Макаровым, который считает его просто 10 из 10. Но, в принципе, то, что он хороший, однозначно хороший, это да, это факт. И рекомендовать его точно можно к прослушиванию, я бы даже сказал, обязательно к прослушиванию. Этот релиз. Я думаю, он прям должен понравиться вам. Максимально крепкий, максимально мощный и максимально атмосферный при всем при этом. Субтитры сделал DimaTorzok Последний альбом остался совсем свежий. House of the Black Geminus этого 2024 года. Мне кажется, он у них самый удачный. Да, несмотря на то, что хоть и Михаил Макаров считает, что два последних трека с предыдущего альбома прям разматывают. Но лично мне кажется, что все-таки этот альбом и в плане саунда, и, наверное, в плане каких-то решений более юзерфрендли, так скажем. В общем, лично я этот альбом выбираю из всей дискографии, наверное, все-таки как самый лучший, по крайней мере, для себя. Но в любом случае вся дискография зачетная. Абсолютно вся. Если нравится Ambient, если нравится Bletsk, то вот ради бога слушайте. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, я думаю, на этом будем закругляться. Еще раз напоминаю, что полное видео, полный стрим с ослушиванием всей дискографии можно будет посмотреть по ссылке в описании. Увидимся на стриме во вторник в ВК и на стриме в пятницу пока что на Ютьюбе. Ну все, друзья, всем покедова! Субтитры сделал DimaTorzok